Начинаем запись. Добрались наконец-таки до записывания этого эпизода очередного плющего некоторое количество времени. Сутки очередные нам еще с червячками нужно записать воспоминания. Долго не мог спать, потом в полусне, в таком полузабытии пытался понять чего мы не спим, плющило какой-то дискомфорт, накрыло и увидел как девочка такая, лохматые волосы, ростом с тумбочку, но более-менее, это не ребенок двух лет, это сформировавшаяся более-менее девочка в каком-то рубище, непонятном в мешке. В пакете и босоногая. И такие вот волосы. Ну, больше темные. Не знаю, русые, как сказать, темно-русые. И испуганные большие глаза, и вот так вот, прям, плачок, чтобы не закричать. В то же время я осознал, что это как бы ты. И спросил тебя, кто это, когда ты был такой. На собоих, на каевомонах, когда ты был такой. Мне трудно сказать по времени, когда это было. Я просто посмотрела, о чем ты спросила, и накрыла меня. Потому что воспоминания пошли просто. Сразу это как картинка та, которую ты показал, которую ты рассказала. Потом именно пошли воспоминания. И начала колбасить, да. Я помню себя этой девочкой. Именно как ты вспоминала. Расскажи, не с конца уже, когда мы знаем всю картину, а как по мере воспоминаний. Это маленькая девочка. Я была этой маленькой девочкой около пяти лет примерно. Я себя вижу, так как ты сказала, очень худенькая, очень измождённая. Глаза большие от того, что личико очень худое. Волосы, да, темнорусые, вот так где-то обрезанные, ровно обрезанные. И чёлка вот так обрезана. Как, знаешь, вот ножом или чем-то. Вот просто отпиленная и всё. Я помню себя в помещении в огромном. То, что первое я вспомнила, это я вспомнила себя в этом огромном помещении. Я помню, как мне хотелось съесть очень сильно. И я помню, что мне очень хотелось спать, но я боялась заснуть, потому что это был дом, в котором жил ужасный великан, как я тогда считала. И я боялась, что если я засну, то он меня найдёт и съест. Когда он вышел на улицу, я понимаю, на улицу, потому что двери за ним закрылись, и он ушёл. Я хотела убежать из этого дома, но я не смогла открыть двери. Они были очень тяжёлые. До ручки я дотянуться не смогла, она была очень высоко. Если там были какие-то как табуретки условно, они были очень тяжёлые. Я не смогла их дотянуть куда-либо. Окна были очень высоко. Я помню ужас, я понимала, что я буду жить вот какое-то время в этом доме. Если меня найдёт этот великан, он меня съест. Комнат там было много, я помню. Коридор большой и комнаты разные. Мне как-то это живее рассказала. Сейчас как-то монотонно. Те комнаты были, знаешь, я просто погрузилась и смотрю так, как я тогда смотрела. Комнаты были коридор один большой и комнаты в разные стороны. Те комнаты из коридора я попасть не могла, потому что, как я уже говорю, двери были всюду закрыты, и они были тяжёлые. Если я правильно помню, то тот первый момент, когда я попала в этот дом, две или три комнаты всегда были с открытыми дверями. Где ты там как-то передвигалась? Что ты делала? Почему боялась? Боялась, потому что меня съест людоед. Я понимала, что я попала в дом к огромному великану-людоеду. Я чётко осознавала, что это людоед. Я чётко осознавала, что это великан. Я его видела, и я поэтому пряталась. Передвигаться там впечатление, что были, знаешь, вот как, не знаю, как это сказать, как вентиляционные шахты какие-то. Вот я по ним перемещалась из комнаты в комнату. По ним перемещалась? Ползла. Ползком держалась. Они были большие, я там свободно помещалась. Хотя это и были, ну, маленькие шахты вентиляционные, просто для воздуха, я так понимаю. Но мне там место было более чем. Для меня это были большие короба, где я могла просто ходить, держаться как-то, ползти там, где у меня получалось. Пищу я брала внизу, пища была, ну, если, условно говоря, по-нашему говорить, то это был как погреб или сараюшка какой-то. Ну, из дома по этим вентиляционным я могла поползти, и там была целая куча такая большая набросанных корней плодов. Они были чёрного цвета, вот такие круглые, не совсем круглые, но вот круглой такой формы. Вот мне как раз в ладошку вот так они помещались, вот так двумя руками, не в одну ладошку, двумя. Они были такие водянистые и на вкус как картошка мороженая, перемерзла и такая сладкая, немножко водянистая, но в то же время крахмальная. Невкусные совсем, но я была очень голодна. То, что я помню, это ужас и голод. Вот первое мгновение, когда я почувствовала себя этой девочкой, меня просто накрыло. Вот голод и ужас. Я очень долго голодала, понимая, до того, как туда попала, потому что именно там бы я уже могла есть хотя бы эти корни плоды. Но вот голодная и ужасно страшно была. Вот это вот первое, что я вспомнила по ощущениям. Какой-то зверек, какой-то зверек там был, которого получилось у меня словить и не то, что приручить, но он меня не боялся, куда ему было деваться, я его так держала. Этот зверек, ну что-то среднее между тушканчиком, зайцем и котом. Я не знаю, как его правильно описать. Грызун, он тоже жрал эти корни плоды. Именно там мы с ними и встретились, с этим зверьком. Долго, какое-то время. Я не могу сказать, сколько дней они слились как-то. Я только помню, что великан, который там жил, он меня увидел. Я жутко пищала и убегала от него. Он попытался меня чем-то достать, а я в эти шахты вот ломанулась и там спряталась. Он сказал ничего, типа сдохнешь, завоняешься или выпадешь, или как-то вот что-то такое. Я хорошо понимала его язык, этого великана, я понимала, о чём он говорит. И мне было ещё более страшно, потому что он сказал, что я за тобой туда не полезу, но если там сдохнешь, сама оттуда типа выпадешь. Ну ладно. Или вот почувствует по запаху что-то такое, насколько я помню. Это было ужасно. Я боялась спать, как я говорю, потому что вдруг он меня найдёт, пока я буду спать. Я была совсем маленькой, 5-6 лет, примерно так. А потом? Долго прятаешь? Ну, не очень. Насколько я понимаю, что это было, может, 10 дней, может, плюс-минус, вот так вот. Потом он меня поймал всё-таки. Он меня подстерёг. А подстерёг, пока я туда спускалась кушать. Вот за этой картошкой или что это такое. Он меня поймал, и вот так за ногу вверх ногами поднял, и я вешу вниз головой напротив его лица. У него лицо огромное просто. Мне показалось ужасным именно потому, что я очень боялась. Именно потому, что оно было большое, а я была маленькая. Условно, чтобы понимать, я ему до колена еле доставала, скажем так. Я испугалась до такой степени, что я думала, я там не пойми, что со мной случится. Я так визжала, и вот помню, как он вот так или пальцем, или вот так двумя, вот одним точно помню, мне этот палец ужасно грязным показался. Закрыл мне вот так рот и говорит, что ты такое, не ори. И вот так вот. А у меня глаза вот такие полные ужаса. Думаю, всё, сейчас меня будут есть. Вот это помню. И то, что я его язык понимала. Вот когда он сказал, что... Когда там завоняюсь выпаду, и когда он сказал, что ты такое, я хорошо поняла его. Отлично. Мне тоже частично это помню. Что дальше было? Спасибо. Знаешь, распоминания мелькают. Мне трудно их выстроить в какую-то, скажем так, в какую-то хронологию. Помню, как боялась ночью, потому что мне снились ужасы. Снилось именно то, как я попала туда, к этому великану. Помню, как я боялась ночью и орала ночью. Как я бежала, он меня ловил и боялся со мной спать, потому что я очень маленькая, и он мог меня как-то во сне развернуться и придавить. Или что? Он садился и брал меня вот так вот на руку, садил вот так к груди, прижимал вот так держал. Я успокаивалась, не плакала. Мне снились ужасы очень часто, потому что история, как я попала на этот, скажем так, к этому великану, она была очень жива и очень перед глазами стояла. Я… Как я туда попала? Первое, что я помню, это то, что я на берегу, и ничего не видно. Когда я открываю глаза, я вижу какой-то узкий грот, с одной стороны скала, а с другой стороны как дорога какая-то вытоптанная. Это не тропинка, это широкая для меня, для маленькой, как дорога, по которой можно идти. А со всех сторон, вот знаешь, ущелье или грот, вот тут какие-то скалы, а вот тут такой проход к морю. И я рассматриваю по всем сторонам, я смотрю на море, я не вижу. Я знаю, что корабль наш был совсем недалеко от моря, но я его не вижу. На улице солнце, светло и ничего нет. Море пустое абсолютно. Вижу некоторые, как обламки чего-то, знаешь, уламки чего-то, как доски, недоски, что-то вот возле меня лежит, и одежда на мне практически порвата. Я очень голодная и очень, вот не то, что уставшая, я очень плохо себя чувствую. Я маленький ребёнок, и мне плохо, и никого вокруг нету, но я понимаю, что нужно куда-то идти, кого-то искать. И вот то, куда я шла, и то, что я нашла, я не очень долго шла, может час, может два. Я помню, что останавливалась, падала снова, как забыть её какой-то по дороге, и дальше продолжала. А потом увидела странный дом и решила, что там живут какие-то люди, раз этот дом. Он был очень огромный, и по мере моего приближения к нему он казался ещё больше и ужаснее. Но я очень хотела кушать. Во-первых, потому что я до этого много дней голодала. Во-вторых, что пережила, но вот долгое время не ела уже. Поэтому мне пришлось войти в этот дом. Когда я увидела, кто там живёт, в этом доме, двери были приоткрыты, я туда юркнула и там сидела. Но когда я увидела, кто живёт в этом доме, я поняла, что это ужасно, лучше бы я вот там на берегу умерла. Потому что я поняла, что я попала именно туда, где рассказывали, что тут живут эта земля людоедов, там живут людоеды. И я поняла, что я попала именно к людоеду. Поэтому всё, что мне оставалось, это просто пытаться найти какое-то пропитание, чтобы хоть чуть-чуть поесть и как-то пытаться убежать. Но убежать пока не получалось. Ну и замечательно. А потом что было? Как вы там жили вместе с этим монстром? Он не был людоедом совсем. Это было всё, враки были. Там никогда не было людоедов. Это не была земля людоедов. Нас просто так пугали. Как мы жили, я помню несколько картинок таких очень ярких. Во-первых, я помню, как он держит меня вот тут на плече, и я мою окна вверху. А так как мою я их паршивые, я его так протёрла посерёдке, а повсюду, где возле углов такие большие, там грязно. Он мне пальцем тыкает, чтобы я помыла лучше. У него такие большие пальцы он тыкает. Вот там, по-моему. И я там на него чего-то злая такая. Я его уже не боялась совсем, потому что у него на плече. Я помню, как он меня носит, поднимает вверх, а я паутину обметаю, собираю паутину. Мы убирали в комнатах с ним. Это я хорошо помню. Я помню, как я рассказала ему историю, как я попала на этот остров. И помню, как он нырял, искал место, где этот корабль был, утонул. И я ждала, когда он... Я была ребёнок, я не понимала. Я ему кричала, ты папу нашёл? Ты папу нашёл? А этот великан поднимается. И вот сундуки, два штуки, которые были на этой, не знаю, корабле, галера, что это было, сундуки такие. А для него это были как саквояжи два, совсем небольшие. И он их вот так вытаскивает и несёт. А никакого папу он не выносит с моря. Это я помню. Я помню, как отломал крышку от этого сундука. Она не совсем ровная, вот так изогнутая была. и сделал мне кроватку. Я спала там в этой крышке. Но она как детская кровать, она по моему размеру была. Я же совсем тогда мелкая была. Я помню, как катал меня на подушке. Садил меня на подушку и за один угол вот так таскал по полу, и я хохотала. Я помню, как я пальцами пыталась его расчесать. Расчёску я не нашла у него. Не знаю, может, была у него расчёска. Я этого не помню. Я помню, как пальцами пыталась мокрые волосы ему разгребтить, типа я его расчёсываю. А ещё помню, как он собирал какие-то большие, как сучья, как полдерева собирал руками и тащил. А я у него на спине как привязанная сидела. Знаешь, вот так, как не ремень, как гамак вот так вот через спину перевязал. И я туда залезла и держалась за плечи, а потом за уши ему держалась. Мне так было удобно. И просто смотрела, что он там делает. А у него руки шип свободные, он меня просто привязал туда, чтобы не мешало. Стол сделал, чтобы мы вместе ели за столом. Такой А-образной формы, вот так, чтобы я как по ступенькам вылазила туда, вверх вылазила и сидела за столом. Деловая такая. Мы вместе с ним кушали. Он себе тут сидит, и я рядом сижу за стулом. Сделал стул, это хорошо помню. Помню, как на дверях, на откосе я просила, чтобы он меня мерил и говорила, что я вырос, ты такая же большая, как он. И он смеялся, что ничего у меня не получится, такой большой, я никогда не выросла. А я очень хотела вырасти такой, как он, прям, чтобы я такая большая была. Я росла, конечно, медленно, а он не менялся. Это я тоже помню. Он оставался таким, как был, или, может быть, я не замечала таких перемен. И я помню, как этот сундук один, который он принёс, там была одежда. Это была одежда моей матери. И так как у меня не в чём было ходить, просто платье он вот так собрал и отрезал низ, подал, отрезал, чтобы оно было короткое, не длинное. И вот так руками, вот знаешь, как собрал, как шторку, раз, и тут по низу таким ножом отпилял, отпилял всё, типа, тут на плечах как-то собрать, вот ходи. Оно на мне висело, но потом по мере того, как я росла, уже было более-менее, ну, вот одежда вот, ну, не было детской одежды, да ещё при том человеческой, такой маленькой одежды. Вот рукава просто я низ собрал, вот так подал, отпилил, чтобы платье стало короче. Я не помню никого. Я только помню, что когда я вредничала, он говорил, что поменяет меня на что-то. У кого-то выменяет меня на что-то, если я буду вредничать. Вот это помню. Называл меня какой-то птичкой, как вот воробушек, типа, по нашей аналогии, это был бы воробушек. Как-то какой-то печушкой меня называл. Чудесно жили, если честно. Я, насколько помню, столько теплоты. И даже потом, когда уже кошмары не снились, когда уже забылись те моменты, моменты, как я попала на этот, на эту землю, остров, что это было, я все равно прибегала, потому что мне, я говорила, что мне страшно. Хотя страшно уже не было. Как все это закончилось? Мы сидели на скале. он лежал и просто смотрел в небо. А я сидела, что-то шила. Мне нужно было что-то, как перешить. Я уже была довольно взрослой. Это прошло уже лет 9, 8, 9. Мне идет, что 9 лет прошло. Я уже подросток совсем. Лет 14-15. Вот такой примерно возраст. Я сидела и пыталась из какой-то материи сшить какую-то себе одежду. А он просто лежал рядом. Мы часто так проводили время. Просто если он ничего не делал, просто был рядом, или если он что-то делал, я сидела рядом, не мешала. Мы увидели корабль. Я же знала, что это человеческий. Я немного помнила, что я на таком приплыла. Он плыл ровно. Там никогда не было кораблей. В том месте было очень сильное течение. Мимо. И туда корабли не заплывали. Это было место, где не плавали корабли. Но тут за много лет мы увидели корабль, который плыл. И он где-то, но он был большой, этот корабль. Он где-то остановился не там, где мы жили, не у этого грота, а дальше, но по нашей земле, по нашему острову, или что это у нас было. Я помню, я просила, чтобы мы ушли, потому что я очень сильно испугалась. Он стревожился или задумался. Он сказал, чтобы мы шли домой. Я помню, что на следующий день я утром очень проснулась, побежала смотреть на тех, кто там есть. Я понимала, что это люди, что такие, как я. Я смотрела на них, но не подходила к ним. Я боялась к ним подходить. Там были просто люди. Я помню, как они были одеты. Я помню, у них как ходили, они то ли воду набирали, какие-то большие, как не мешки, но что-то подобное канистрам, если бы это взять наше понимание, что-то подобное среднее между бочкой и мешком. Они набирали туда воду и грузили, как лодки, и перевозили на большой корабль. Не совсем лодки. Насколько я вижу, они не совсем такие, как в нашем понимании. Мне проще рассказать, чтобы не было чертежей, что это. Я прибежала домой, я думала, что он не видит, что я убегала. А он видел. И он подумал, что мне нужно жить с людьми, что мне нужно возвратиться, потому что так будет лучше. Я просила его, я кричала на него. Я говорила, что он не смеет меня отправлять. Я говорила, что это мой дом, я тут живу. Он говорил, что я ничего не понимаю и я должна уйти. Он говорил, что ему надоело со мной возиться. И я понимаю, что мне было, я помню, что мне было очень больно, как так ему надоело со мной возиться. А он так и сказал, что уходи, хватит. Он меня помог, приютил, подросла и теперь должна уйти. Ему надоело со мной возиться. Как заставило меня уйти к этим людям. Я ушла к этим людям и они начали спрашивать первое, как я туда попала и как давно я туда попала. Я начала рассказывать истории то, как я вообще на этот остров попала. Я помнила отрывочно, у меня не было точных сведений, но просто память, знаешь, как мы плыли с папой, с мамой и были еще какие-то люди с нами. У нас всего было, наверное, человек шесть или семь, как корабль какой-то был. На корабле что произошло? А потом мы попали в какое-то течение, которое все боялись этого течения, потому что наше судно было маленькое и выбраться из этого течения не могли. А говорили, вот почему я так боялась, когда мы приплыли, потому что это шло к земле людоедов. Там жили людоеды, великаны, которые ели и просто страх ужасный. Что произошло, я не поняла тогда и не буду выдумывать сейчас. Я просто помню, что стреляли в мою маму, у нее была рана на плече. Ее не убили, она умерла через несколько дней. И помню, что я проснулась от каких-то громких звуков, я вышла наверх, и отец мой стоял, и мама лежала у него, полусидела вот на полу, прислонившись к чему-то спиной, и у нее вот здесь была кровь. А напротив были вот эти, которые люди с нами, и тот, с которым я играла, его звали как Дина, он постоянно со мной играл, и отец говорил, что они могут уплыть, они взяли, у нас была одна всего лишь шлюпка. Но он говорил это, подержал в руках? Оружие. Он держал в руках оружие, на них нацелился, и говорил, что они могут уплыть, но он не позволит забрать как судно. Я помню, что они уплыли, и это они говорили, что мы плывем в землю людоедов, и на всех съедят. И помню, что очень голодно было. Мы с отцом остались вдвоем, мама умерла через несколько дней, у нее как лихорадка сильная была, что ли, я помню, ее как подбрасывала, а потом мы опустили ее в воду. По типу, как знаешь, он сказал, что к жителям морским мы ее отправили, она теперь будет жить вот там, в море. Если бы это по-нашему было, то русалки, но он мне какую-то историю рассказал, что там какие-то хорошие живут, и мама будет теперь с ними жить, чтобы я не очень плакала. Такое впечатление, как знаешь, по-нашему, как шоколадки длинные, такие галеты, и вот поделенные вот так на такие квадратики, как зерно, какое-то сухое. Он давал мне это кушать, по-одному отламывал, себе одну и мне одну, а потом мне давал еще половинку своей, потому что не съедал. У нас нечего было есть, или мы очень долго плыли, или припасы маленькие, этого я не знаю, может эти забрали, снова же не знаю, я просто помню, что мы очень есть хотели. И помню, что когда я спала, меня отец вытащил, потому что была очень большая буря, он меня вытащил и бросил на что-то в море, как на доски, на какие-то, шлюпки у нас не было, на что-то он меня бросил и сказал, что я должна быть храброй и держаться. А дальше я ничего не помню, на следующее утро я уже, или это был день, я уже очнулась на берегу, меня как прибило туда волнами. он вместе с кораблем, вероятно, там скалы были, я не знаю, но он потонул. Я это рассказывала тем людям, которые спрашивали, и спрашивали, сколько лет я провела на этом острове, и я говорила, что очень долго. Я говорила, что я была маленькой девочкой, а сейчас я вот, я не знала точно по времени, сколько я провела, и они спрашивали меня, как мне там жилось, и я рассказывала, что чудесно, но я была очень злая на этого великана, что он меня отправил, но я всё равно говорила, что там мне очень хорошо жилось. И я помню, что мы приплыли на землю, они меня не трогали, когда мы плыли эти большой корабли, людей там было много, они меня не трогали, они говорили, что я в каком-то подавленном состоянии, и скорее всего пережила что-то очень тяжёлое, и мой мозг говорит неправду. Как может мозг говорить неправду, но вот то, что я запомнила. А потом помню кучу людей, которые вокруг меня, и как, знаешь, вот, условно говоря, как стадион, только крытый, как театр, амфитеатр, ступеньки, вот так, я стою в центре, и их много сидит, и слушает, и стоят вокруг меня, и я должна выступать, и я рассказываю, как мне жилось с этим великаном, они задают вопросы, я рассказываю. Они говорят, что это всё ложь, что он меня околдовал, что я говорю неправду, что на самом деле это земля злобных людоедов, и скорее всего это ловушка, чтобы все поверили, что там хорошо, и расслабились. А ещё они говорили, что нужно собрать экспедицию военную какую-то, и поехать всех, чтобы поплыть, чтобы всех там убить. Я говорила, что я никого там не видела, я никого не помню, и тот, с которым я жила, совсем не ледоед, он очень добрый. Я себя чувствовала, знаешь, как сфора собак меня окружила со всех сторон. Мне было это очень плохо. Они говорили, что я должна говорить так, как они хотят. И я не хотела врать, я была злая на него, но врать-то не хотела. И если я придумала, что я могу к нему вернуться. Я знала, что они готовят какую-то военную экспедицию для того, чтобы очистить эту землю от всех людоедов, которые берут в плен и вот так, как магия околдовывает. Они говорили, что я была околдована как-то, что я не помнила, что со мной на самом деле было. Они говорили, что я каким-то зверством там подвергалась, а я доказывала, что это всё не так. И я подумала, что если я каким-то образом украду лодку или катер и проплыву несколько дней, потом попаду в это течение, и дальше течение меня вынесет к этой земле. И я скажу просто, что я не к нему вернулась, а пришла его предупредить. Может, он меня так не выгонит? Город, похожий на какой-то настилы, как в Венеции, допустим, как островной город. Куча свай и куча катера, лодки, что-то. Вот прибрежный город, тот, в котором я была. Люди такие, как я. Рост мой, размер мой. Не именно тот, откуда мы были родом, с отцом, но земля та же. Люди все моего роста. Я помню, что я украла лодку, самую простую лодку. Это не корабль был, никакой обычная лодка. Я взяла с собой что-то покушать. Я не знала, сколько мне платье. Я была такая же подросток, девочка. Я там провела возможно пару недель, не больше. плюс время, которое мы проплыли дорог. Я просто помню, что я умерла ночью. Я помню небо, где много звезд и воду, где те же звезды. Я просто лежу с открытыми глазами и понимаю, что я умираю. Я не доплыла до этого течения. Я где-то дрейфовала в каком-то открытом море, непонятно где. у меня не было никаких навыков плавать, поэтому моя экспедиция не могла успехом обвенчаться. Закончилось быстро и я не попала больше к этому великану. Последнее, что я помню, это слабость и горящий дом большой. Они все-таки приплыли. О, да. И убили последнего великана. Скорее всего, это был последний. Мы говорили одни на одном языке, нам не нужно было понимать друг друга, переучиваться. скажем так, а потом мелкие, злобные, большие, добрые, очень неагрессивные. Но мелкие, злобные, потом нескольких убили, остальных прогнали на пустынные острова. там они жили. И придумали историю, что они там великаны и они там людоеды. Про внешнюю агрессию внешнего врага, да, и промыли все маски. Государственная идеология была. А когда я вернулась и начала рассказать, что это все не так, они решили, что нужно поддерживать официальную историю и просто убить и зачистить там все. И поэтому просто приплыли и убили, наверное. Это я не помню. Мы были абсолютно разные. Я не могу сказать, кем ты мне приводился. Это не отец, это не брат, это не мужчина, это никто. Мы просто были вместе и мне просто было очень хорошо там жить. Помню, как я на коленках ползала, стол отдраивала вот там вот тот, в той, у великана. Да, это был ты. Прям как сейчас помывают мозги. Да, это на мне, похоже, соврали. Там такая пустота. Якобы ты попросила. Отомстить за тебя и меня убить. Не было понятия неправды этих добрых великанов. Они, когда приплыли, они сказали, что они по моей просьбе, чтобы за меня отомстить. Ну, что-то. Да. Удательство было. Я почувствовал. Не могло такое быть. Я весь не сопротивлялся. Угу. И раньше они не сильно сопротивлялись. Но не хотят жить. Но вон еще земель, по-моему, пошли на другую землю. Время континента. Или хер знает куда. Там какое-то течение было очень сильное. Нет. Пересечь это течение было сложно. там никто. Да, там какой-то, знаешь, как скалистый архипелаг, условно. Угу. Ну вот. Закончилась история. Да. Такая вот история. Очень помню, когда туда вернулось вот это состояние затравленности. Со всех сторон дергают. Скажи, скажи, расскажи, расскажи. А я рассказываю, и мне не верят. И я, знаешь, как не знаю, куда обернуться. Вот в какую сторону. Они все напали на меня. Да, что такое? Я же вроде бы к своим вернулась. Я же просила, не отправляй меня. Думаю, что будет лучше. Ладно. Герой. Добра хватит. Продолжение следует...